Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Армаг, продолжаю возвращать долги по заказным стримам, очередное видео по прохождению миссии в игре Гладиаторы, мы с вами остановились на том, что нужно проходить миссии теперь уже за другую расу или за другой клан, не знаю как это правильно назвать, вот собственно и начнем сегодня с первой миссии за новую расу. Ну, как, Максимикс? Тебе нравятся твои новые доспехи? Это подарок достойный моей доблести. Так ты знаешь, кто будет Гладиатором принцессы? Судя по всему, она отказалась претендовать на трон. Кого ей выбрать, кроме меня? Фактически она подписала твой смертный приговор, она даже передала ему кольцо посвящения. Что? Жалкая обезьяна с другой планеты! Он занял мое место? Мое! Величайшего Гладиатора Империи! Успокойся, когда меня назовут Императором. Ты будешь со мной. Да, конечно. Я ведь уже однажды был чемпионом. Да. Однако, что ты думаешь о первом ринге? Это будет очень просто. Я разорву Фаргаса на куски. Только будь очень осторожен. В прошлых межгалактических войнах он часто преподносил тебе сюрпризы. Это все в прошлом. Теперь я знаю все его уловки. Надеюсь, что ты прав. Граждане Меридиона, настал великий день! Тот, кого вы так долго ждали, наконец пришел! Спаситель Галактики! Чемпион Империи! Генерал Максимикс! Максимикс, отбери этот аванпост у Фаргаса. Великий Вортекс! Я предпочел бы сразу убить этого мастера на все руки. Двигайтесь вперед, генерал, но опасайтесь засады. Вы думаете, что я собираюсь разбить здесь лагерь? Ну что ж, посмотрим, начнет ли игра в какой-то момент удивлять. До этого момента все довольно так простенько было. Также в комментариях один из подписчиков или зрителей дал мне совет по поводу того, что можно расстреливать кусты. И это полезно использовать. Я думаю, что мы это и сделаем. Пока что у нас первая пробежка. Захожу вправо, поскольку здесь был бонус. Подбираю его. Это бонус как раз лечения. Ну и здесь идет следующая атака, которую тоже пока что спокойно отбиваем. Вроде как без потерь даже, да, получилось. Отодвигаюсь немножечко вверх. Вижу, что идет еще одна кучка, которую тоже будем пока что спокойно отстреливать. Собственно, мои ребята в армии это делают пока что сами. Также критиковался тот момент, что я прохожу эту игру, типа первый один или два раза пробегаю по карте, смотрю, что где находится. И после этого прохожу, уже зная, где что находится. Но, опять же, если бы разработчики хотели, чтобы так не происходило, они бы сделали, что каждый раз, когда ты переигрываешь уровень, на этом уровне либо что-то меняется, либо он генерируется случайно. Это делается несложно, но они этого не сделали. А вот тут уже могут быть потери. Немножечко застоялись мои ребята. Здесь можно немножечко потерять. Также критиковался момент, когда я оставлял где-то свою армию и одним персонажем, главным, долго, муторно, но тем не менее, проходил какие-то моменты. Похоже, теперь никто не стоит у вас на пути. Но, опять же, игра позволяет это делать, поэтому мы это делаем. На всякий случай сохраняюсь. Сам уровень пока что несложный, но я надеюсь, что начнутся какие-то уровни, которые реально заставят думать. Пока что, ну, такого не было. Ты просто смотришь, где кто находится, сколько их, и смотришь на очередность действий, да? Кто как себя ведет, кто куда идет, после какого момента, и все. И дальше становится, собственно, неинтересно. Но игра линейная, поэтому как-то так. Также говорили мне в комментариях по поводу того, чтобы я не спамил один тип каких-то войск. Но прикол заключается в том, что тут даже одним типом войск многие моменты можно проходить. Более того, многие моменты можно вообще проходить главным персонажем без армии. Ну, типа, багом это я не считаю, потому что вся механика на этом здесь построена. Здесь я вижу целый ряд бонусов, поэтому я подозреваю, что где-то здесь будет армия, но тем не менее, пока сложностей здесь никаких не было. Проходя за людей, у нас там было 6 миссий, если мне не изменяет память. Так, ну а вот и, в принципе, большая засада. Кстати, я пока не использую, да, расстрел кустов. Далее возвращаемся назад, подбираем бонусы, которые у нас здесь были. В целом, еще во многом я не заморачиваюсь насчет прохождения данной игры, еще и потому, что, ну, я не люблю вот такие вот линейные коридорные игры, где ты просто по миссиям что-то проходишь. Мало того, что эти игры, ну, в кавычках, одноразовые, то есть ты прошел, и все, ты уже знаешь все, что необходимо для прохождения, и, ну, только спустя какое-то длительное время, может быть, если игра тебя затянула, тебя это как-то заставит перепроходить ее еще раз. Ну, а так, в целом, нет. Я люблю игры с открытым миром, с большим миром, в идеале с изменяемым миром. Это всяческие стратегии, песочницы, некоторые РПГшки тоже. А если при этом еще и мир может жить сам по себе, как, например, в космических рейнджерах, да, независимо от того, что ты будешь делать, мир будет жить, там будут происходить события, и кто-то в итоге победит, или взять тот же Кенши, да, независимо от того, что ты будешь делать, в мире будут происходить целый ряд событий, ну, и так далее. Вот такие вот игры я люблю, где ты всего лишь маленький ключик, который может повлиять на что-то, но сам мир все равно живет без тебя, и многое можно менять. А в играх типа там того же Майнкрафта и так далее, ты вообще можешь менять абсолютно, ну, или не абсолютно, но почти все. Вот такие игры я больше всего люблю. Ну, отбили очередную атаку, здесь я решаю пройти по кустам, я вижу, что впереди находится целый ряд бочек, это заставляет меня думать, что если я там буду проходить, меня там будут расстреливать, вижу там башенку и потихонечку решаю пройти по правому краю, если здесь кто-то есть в кустах, то, по крайней мере, взрыв бочек до меня не достанет. И вот я вижу, что здесь подходят вражеские войска, тут я немножечко не туда кликнул, отхожу немножечко назад и начинаю расстреливать подходящий маленький отряд соперникам. Сами бонусы пока что не трачу. Тоже интересный момент, можно ли здесь проходить миссии, не потратив ни одного бонуса. Ну, во многих случаях да, но когда слишком много соперников одновременно на тебя идет, в этих случаях, ну, не факт. Тут я вижу, что никто по мне пока не стреляет. Увидел еще один отряд, решаю отойти, потому что бочки это опасно. И делаю правильно. В целом все выживают. То есть этот взрыв бочек как-то серьезно не повлиял. Надо было самому, возможно, их подорвать, как можно раньше. Ну и тем не менее, потихонечку подхожу вперед, вижу, что практически всегда на таких башнях кто-то есть. Для этого они здесь и расставлены. Еще, кстати, заметил в этой игре, что когда тебе нужно куда-то идти, камера тебя иногда разворачивает в другую сторону. И если ты будешь идти туда, куда тебе показывает камера, то ты заходишь в тупик. Поэтому вручную приходится все равно эту камеру поворачивать туда, куда тебе надо. Тут я вижу, что и не только на башне, но и внизу есть пехота. Поэтому решаю их отвести на себя подальше от башен, разбить их без огневой поддержки сверху и только после этого идти вперед. Тут я почему-то кликнул идти вперед вместо того, чтобы расстрелять последнего. Из-за этого у меня один на грани потери. Но вы уже видели, что не всегда потеря армии для меня критична, так как одним персонажем можно по одному выманивать на себя. Ну, ты единственное по времени тогда не вложишься, да, если ты прям хочешь выполнять свои какие-то челленджи, тогда да, тогда время может быть важно. Ну, а так в целом не особо. У меня два сейчас при смерти персонажа, поэтому не мешало бы их, возможно, даже отвезти куда-нибудь, подхилиться в кусты, например, поставить, а остальными можно было бы спокойненько перейти вперед. Тем более, с каждым таким подходом-отходом здесь войск становится все меньше. Ну, и я бы не сказал, что их здесь было много. Так, тут я не досмотрел еще две башенки, которые потихонечку... И я сейчас теряю одного персонажа по глупости. Я говорю, что надо было просто его поставить, куда-нибудь подхилиться. Бонус тратить на отхилку одного-двух конечно, смысла не было. Тут двух сторон пытаются окружить. Но их было немного, поэтому легко отбивается. Ну, один персонаж уже, можно сказать, что на данный момент потерян зря. Несмотря на то, что ничего сложного пока не было, еще раз сохраняюсь. Мало ли. Не хочется потом перепроходить такие нудноватые моменты еще раз. Экшена все равно здесь было недостаточно, поэтому интереса в перепрохождении этих моментов я для себя не вижу. Здесь искусство вылазит еще несколько врагов. Как я говорил, за людей здесь было порядка шести миссий, за данную расу порядка пяти, за последнюю я не знаю, сколько-то миссий. Так, и тут я теряю еще одного. Тоже на самом деле по глупости. Тут решаю залезть повыше, занять башенку. Но залез не всеми, часть осталась внизу, и они оказались без дополнительной помощи. Ну, по сути, я сделал хуже своим же войскам, что не есть хорошо. Но благо, вроде, никого не добили до конца, и на том спасибо. Трачу одну хилку. На самом деле, я тоже считаю, что я это сделал зря, потому что ничего не подобрал. у Фаргаса Аванпост. Теперь ему придется с боем проложить себе дорогу к базе. Фаргас наверняка вяжется в смертельный бой, чтобы не допустить этого. Максимикс, твоя следующая цель базы. Если я создам несколько новых войск, это придаст особый вкус резне. Очередная проигранная сцена. Поворачиваю камеру туда, куда мне нужно будет идти. Все так же ведет одна линейная дорожка в виде коридора. Ну и тут я буду пытаться, видимо, сделать через Control-2, Control-3 два отдельных отряда и потом с помощью единички-двоечки управлять. В целом, такое управление мне не очень нравится. Я к такому не привык. Это, наверное, будет более привычно тем, кто играет во всякие Warcraft и подобные стратежки. Я люблю стратежки немножко другого типа, поэтому такое мне не очень удобно. Но тем, кому эта игра зайдет, я думаю, они привыкнут. То есть это не что-то такое сверхсложное. Почему нельзя привыкнуть? Тут в кустах находится как минимум один враг. По кустам я решаю пройти, а не по дороге, потому что мне кажется, что если я буду идти по дороге, я могу оказаться в окружении, когда с разных сторон будут нападать. Ну и для меня это будет хуже, чем если я буду идти по обочине и линейно встречать врагов где-то рядом с собой с одной краем. Такие проблемы решаются как по мне быстрее. Если бы я эту миссию перед этим уже проиграл какое-то количество раз, тогда бы выходим. вы заперты в лесу. Теперь мои торкины разорвут вас на куски. У них нет ни одного шанса, демон. А где кто находится? Ну а так проходим первый раз. Пока что мне загружаться не приходилось при прохождении данной миссии. Так, ну башенку одну освободили, есть еще одна. Я вот смотрю перед тем как захватывать саму базу. Кстати, по поводу базы мне тоже говорили, что если показывала мне в какой-то миссии базу, вместо того чтобы сразу бежать на нее, я решил там где-то побегать какими-то окольными путями, ему это хуже. Но по сути в таких играх главный результат, а каким образом ты победил, это уже не важно. Как говорится, победителей не судят. То, что игра может проходиться не теми путями, которыми вам кажется их нужно было проходить. это по сути для игрока ничего не значит. Решаю подорвать бочонок. Здесь довольно сильно по здоровью тоже проседает один из членов войск. в плазменном огне согревает мое сердце. Бочки решаю взорвать сразу, чтобы они не мешали. После чего последует очередное сохранение игры. После сохранения я пробежался немножко влево. Там тоже оказалось немножко вражеских войск, которые были довольно легко разбиты. Если мне не изменяет память, конечно. По-моему, так. По-моему, кто-то там все-таки был. Далее перемещаемся по мосту и подходим уже непосредственно к близкой фазе. пересекает мост. База у него в руках. Почему-то я в этой миссии все еще не расстреливаю кусты. Хотя все же знаю и помню об этом вроде как. Забираю первым делом бонусы, правда, не все. И иду побыстрее захватывать базу. Таких баз вроде две у нас получается на карте. Ну и судя по заставке нас готовят к тому, что надо будет защищать эту базу. И вот сколько раз пробовал такие базы защищать через расставление своих войск на вышках. Ну как правило это доставляет вам больше геморроя, вам больше нужно контролить свои войска. Если контролить войска не хочется, на всякий случай тоже сохраняюсь. Хотите чтобы практически на автомате за редким исключением ваши войска сражались, ставите их куда-нибудь в кучу, но так чтобы вас не могли окружить, а заходили с одной максимум двух сторон и спокойненько просто отстреливаете все свои войска. Вот поэтому я свои войска оставляю здесь тоже в центре. Главным героем здесь пробегаю и начинаю фармить лазер ботов. Помня как получалось играть в предыдущих миссиях, любые новые войска, которые вам позволяют делать, кроме тех, которые у вас были в начале миссии, как правило они и приводят вас к победе. То есть вам противники давали те войска, которые против них сражаются. Как будто бы хуже, да? придется еще три раза побегать за вот этими бонусами, которые находятся у нас с левой стороны. Немножко я, по-моему, пехотинцев тоже наделаю, которые самые простые с этими красными плащами, но в основном все-таки клепаю лазерботов. Помним, да, что подобным образом через вертолеты мы проходили одну из миссий. Ну и вообще здесь тоже такую лазейку зачем-то оставили. Тут я смотрю, меня начинают обходить со стороны и рушат стену, чтобы я не оказался в окружении с трех сторон, поскольку я не знаю со скольки сторон меня будут атаковать, я просто отхожу от этой стены и отхожу настолько далеко, чтобы пробив эту стену, они не продолжили стрелять по мне издалека и чтобы я их не видел, то есть мне нужно чтобы они были в поле видимости моих воинов. Если я заставлю их выйти и открыться где они находятся, мои войска их просто расстреляют, если же они станут в кустах, то нет. Тут я оказываюсь окружен с двух сторон, поэтому я разделяю свои войска, чтобы разбить одних, а потом переключиться на разбивку других. Ну и здесь небольшая потеря войск у меня все же идет, у меня до контроля свои войска и задних здесь тоже не добило. Ну в целом потери не критичны, хотя их можно было тоже избежать. Я здесь не пытаюсь как-то без потерь проходить или почти без потерь. Для меня здесь стоит задача просто пройти поэтому я прохожу любыми доступными путями, которыми позволяет это делать игра. Каких-то серьезных багов я вроде как не использую. Использую только то, что позволяет механика. Хотя баги в этой игре тоже есть. Ну что главным персонажем недозаманил вражеские войска. продолжаем здесь на базе защищаться. Ну и пока мои стоят все вместе они представляют из себя довольно грозную силу, которая довольно легко со всем расправляется. как видите мне не приходится нажимать чтобы они куда-то атаковали куда-то бежали просто подходят вражеские войска они сами убиваются моими воинами и все игра превращается в самое обычное наблюдение то есть как таковой игры здесь для нас не происходит вот такие моменты я считаю в играх нужно убирать то есть если это игра то игрок должен играть если игра будет заставлять персонажа ну не персонажа игрока соответственно который играет за персонажа и персонажа скучать и где войска сами за вас проходят игру не ну какой-то интерес может и будет от этого но теряется сам смысл игры то есть это уже как наблюдение за каким-то процессом процесс может быть вполне себе интересным но ты не являешься там каким-то поздравляем вас генерал браво наш генерал не знает поражений ура генералу ура 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 мне нравится как это спрашивает во имя галактики хватит разглагольствовать максимикс фаргас опасен проклятие не рассказывай мне как убивать людей важным элементом в игре ну что теперь нам показывают что надо бежать на вражескую базу снова камеру вы видели да куда мне повернуло если бы я бежал туда куда игра мне поворачивает камеру я бы просто уткнулся в край острова на котором находится мой персонаж и его войска и все в общем перед тем как идти дальше я решаю все таки добрать бонусы до конца я не уверен что эти бонусы мне прям так сильно пригодятся но поскольку я не знаю чего мне ожидать я на всякий случай за этими бонусами решаю сбегать но тут встречаю небольшую помеху и заманиваю ее нет не получается заманить хотя было бы неплохо заманить их вот сейчас выманиваю их на себя их всего двое в принципе можно было бы расстрелять их исключительно главным персонажем но в этом нет смысла заманил и здесь расстреляют и дальше пойдем подбирать бонус я вот не знаю чем руководствовались разработчики когда делали те или иные миссии как по мне логичным казалось бы расставление миссий от легкой к сложной чтобы постепенно росла сложность миссий но как-то не чувствуется этого возможно смысл у них был завлечь как можно более широкую аудиторию а это делается облегчением процесса игры чтобы и более молодое поколение в виде детей юнош они тоже чтобы играли в эту игру ну зато для любителей хардкора конечно не скажу что прям нечего делать но скучновато будет таким вот как я игрокам наверняка так все бонусы собраны теперь сейчас будем формировать два отряда и потихонечку продвигаться вперед насколько я понимаю уже ближе к финальному бою этой миссии еще вот тоже что мне не нравится в этой игре это когда у тебя идет встреча с каким-то твоим противником да то есть каким-то основным персонажем там на всякий случай что сохранял не сохранял в целом можно было и сохраниться тоже еще разок перед тем как отправляться так вот ты встречаешься с его войсками и с ним самим и ты можешь вообще не обращать внимания на его войска если ты убиваешь вражеского персонажа все прекратилось от этого теряется смысл в его войсках они немножечко тебя могут где-то застопорить но если ты их сагришь на свои войска то есть они будут именно на них реагировать то ты просто мимо них пробегаешь убиваешь главного персонажа противника и на этом все заканчивается не знаю зачем это было сделано имеем то что имеем слева показались некоторые войска я решаю что терять мне какие-то войска было бы не очень выгодно но тем не менее в кустах находятся еще и сейчас хочется или не хочется ну сейчас надо будет применять этот бой расправляться и подбегаю вперед добиваю остатки после чего подбираемся уже к мосту после которого нас должны встречать как минимум враги вот здесь уже наверняка должен сохраняться происходит процесс сохранения генерал скорее что мульти базу фаргас изо всех сил наращивать войска тебе никогда не захватить моей твердыни не до умок никогда не называй меня недоумком ну что ж мои смертоносные боты сегодня праздник уничтожения да но диалоги здесь какие-то ну такое просто а и опять камера видите повернулась не туда куда надо из-за чего это меня немножко сбило пришлось повернуть ее в правильном направлении тоже не знаю зачем это сделано в игре ну типа заставлять игрока кликать больше чем это ему надо такое так и тут оказывается были какие-то войска но из-за того что только что мы подорвали бочку эти войска там не погибли ну вот небольшой остаток еще был они на нас как раз и выбежали спокойненько все это дело расстреливается и начинаем подниматься но тут особого отпора нет иногда по одному монстрику какому-то подбегает небольшая засада которая не представляет тоже серьезные угрозы ну немножечко вот если не останавливаться идти вперед можно наверное несколько военных потерять чтобы не терять военных можно их просто где-то оставлять давать им возможность подхилиться и все ну если вот это вот когда по одному на тебя бегут это и есть наращивание сил твоего противника то оно вообще ни о чем тут сбоку по мне стреляют но поскольку я его не вижу есть смысл просто наверное пробежать дальше вот тут я это понимаю что смысл стоит просто не обращаем внимания идем дальше и все на каком-то этапе мы выйдем из-под ну тут зачем-то я вклиниваюсь в эту битву ну вот это вот моя глупость тут просто бери поднимайся уничтожай и все главное не заставиваться ну из-за этого у меня сейчас потерялась спешка и лишнее отвлечение трачу здесь бонус отхиливания которых уже накопилось много как-то не было смысла это использовать раньше неудачно контролю войска прямо скажем но даже с такой игрой эти миссии проходятся проще простого о чем-то да это говорит о уровне самой игры когда можно проходить миссии при этом нормально не контролить свои войска хорошие стратегии конечно такого не позволяют там там тактика и стратегия должна выходить на первый план и наказывать серьезно вплоть до невозможности прохождения каких-то карт так тут попадая в окружении опять же не сразу реагирую на это что не есть хорошо с разных сторон попадая под обстрел тут возможно тоже придется потратить лечилку какую-нибудь ну и тут по-любому потеряю кого-то поскольку не стал отводить тех кто меня недолечились чтобы они отхилились опять же задействую в битве не все свои войска как обычно недоконтроливаю но я практически уверен что все равно это ни на что не повлияет все равно но карта будет пройдена без каких-то проблем просто такие стычки лоб в лоб без раздумий на всякий случай задействую бонус потому что очень много бонусов накопилось мне их даже не приходилось использоваться просто из-за легкости самого уровня то есть целая куча бонусов но можно проходить карту и без муку тоже кстати вот один из зрителей канала писал по поводу того что но к сожалению бесчестный фаргас еще не покорился давайте посмотрим как он ведет свою игру ради великой галактики посмотрите на это так так вот зритель говорил по поводу того что сами бонусы которые разбросаны по уровням они должны давать серьезное преимущество но разработчики зачем-то сделали что помимо использования собранных бонусов ты можешь их покупать и из-за этого теряется ценность этих бонусов на самом деле у них изначально была такая задумка именно поэтому механика на этом построена в противном случае это была бы вообще другая игра так разработчики ее видели возможно и сами уровни были бы построены по-другому если бы только собранные бонусы можно было использовать поэтому каким-то щитом это точно не является легальным нелегальным это просто механика игры в играх бывают какие-то имбовые моменты не имбовые просто может быть сильные или слабые для кого-то это может считаться слабым местом как раз в игре для кого-то расширение механики и без того довольно скудный потому что тут очень малое количество действий тебе дается среди которых ты можешь выбирать вот посмотрите с учетом того количества бонусов которое здесь было разбросано я думал здесь такой штурм начнется что как минимум потери будут аховые для меня но мы видим что они маленькими пачечками нападают и вообще не несут никакой угрозы ну не знаю куда тратить накопленные бонусы я их трачу на все больше и большее войск ну на всякий случай мало ли может все-таки в какой-то момент нужно будет иметь много войск на какие-то возрождалки пока не приходилось тратиться как-то так напоминаю что по данной игре у меня было заказано 10 стримов или видео поэтому я постараюсь все-таки реализовать эти проплаченные моменты тут пытаются окружать даже небольшие потери идут с моей стороны я ни лечилки не использую ни какие-то еще бонусы поскольку не жду от игры чего-то действительно серьезного в плане отхора тут немножечко отхожу чтобы не быть окруженным причем это надо было сделать раньше из-за этого теряю еще больше войск просто не даешь себя окружить и благодаря этому спокойно расправляешься когда с двух трех сторон по тебе стреляют твои персонажи не могут одновременно пулять по всем тогда тебе это надо будет контролить чтобы они это делали а так куда-нибудь отходишь чтобы они все к тебе шли с одной максимум двух сторон и все и дальше твои войска довольно легко расправляются с войсками противников скажем так ну что ждем дальше мне не показывает что мне нужно куда-то дальше бежать поэтому я просто бегаю собираю бонусы мне как будто бы надо стоять на базе и дальше продолжать защищаться ну что мы и делаем по поводу миникарты мне тоже говорили что тут можно просто по миникарте играть засверкала где-то точка в которую надо идти ты в нее идешь не сверкает стоишь смысл гулять это я тоже стараюсь поглядывать на миникарту на всякий случай забираю один бонус за другим ну или правильнее сказать карточки наверное за которые можно какие-то бонусы покупать ну опять довольно такая не разношерстная а я бы сказал однообразная армия у меня формируется из этих самых лазер-ботов которых добавили в этой миссии для знакомства да ну здесь в принципе игра построена так что тебя постепенно знакомят с новым типом твоих войск но прикол в том что смысл их остается примерно такой же как был предыдущей расы то есть те кто сблизи больше воюют те кто могут вдаль да там закидывать плюс хорошие бойцы только в ближнем бою там это были разведчики или как-то так да они назывались примерно ну что интересно серьезный отпор будет сегодня или нет довольно долгое время ни мини карта не показывает что нам надо куда-то идти ни враги не бегут и бонус вот остался ну карточка для бонусов последняя которую я тоже забираю раз никто не идет значит самим надо собираться идти дальше то есть в каких-то моментах вроде как игра тебе говорит да там делай то-то и то-то а в каких-то моментах либо она глючит либо не доделали какие-то оповещения на каких-то уровнях непонятно в общем постоял подождал подождал ну и надо идти дальше а вот спустя долгое время хоть какие-то войска к нам все-таки приходят долго пришлось их ждать при этом они почему-то не реагировали да долго они сюда шли вот с другой стороны ну немножечко больше чем это было до этого пришло армию все равно это не составляет труда и вот пришел их лидер видите стоит позади мне можно никого не убивать вот я всех агрю чтобы они убивали главного персонажа он там пытается отхиливаться и все он умирает на оставшуюся армию можно наплевать вот я говорил что этот момент как-то мы вообще не продумываем зачем вся вот эта вот армия которая прибежала если я убиваю последнего и на этом все ну вот такое вот прохождение данной миссии получилось не знаю понравилось вам или нет у меня на этом все с вами был Армак подписывайтесь на канал